Здравствуйте, друзья! Невзирая на сумасшедшую жару, я продолжаю работать. Жара реально сумасшедшая, что-то 36 в тени. На солнце, не знаю, там, наверное, даже нет градусов, чтобы это показывать. Значит, чем я сейчас занимаюсь? Я собрал вот такие вот четыре фасада, вот такие вот с решеточкой, то есть я не показывал процесс, потому что где-то на канале он есть. Единственное, что вот такие вот маленькие детали, вот такие вот перемычки, это, я считаю, практически минимальная толщина, которую можно таким вот своим набором сделать, где-то 30, но и так уже совсем мало тела, ну то есть есть сложности. Если что, потом сниму кино, как я эти маленькие детали прибирал. Сегодня фильм не об этом. Мне надо их составить, составить так, чтобы не засыпить, то есть я буду собирать их потом. Тут будет вместо филенок поликарбонат стоять и ставить щеткой, когда он в сборе собраны нереально, потому что я засыплю карбонат и обязательно его испорчу. Так что мне надо его в сборе не склеены составить и потом покрасить, а потом уже вставить филенки и собрать, ну то есть как бы усложняется задача немного. Значит, как я буду его ставить? Вот он не склеен и держится на честном слове, то бишь на этих маленьких шипочках. Так пока он руками тянут, он держится, а его если чуть-чуть стукнуть, он тут же разберется. Значит, я возьму сейчас на ДСП, сделаю упор с одной стороны, с другой по 90 градусов, сделаю эксцентрики и эксцентриками подожму. Пока я сейчас сделаю упор. Я из фанерки выпилил вот такую штучку, буквально с такого отхода. Сейчас я его обрисую, вот так вот. Видите, какая экономия. Просвежу отверстия со смещением. Ну и думаю, что оно, думаю, я уверен, что оно будет прекрасненько держать мою посадку. Ребята, значит, здесь упор, тут идут у меня эксцентрики. Нашел померку потолще, сделал еще парочку побольше. Эти я поставлю вот здесь вот, то есть напротив шипов. Просто прикручиваю его, так где-то миллиметров пять даю зазор. Все, и дальше он его давит, прямо затягивает. Таким образом, хочу вам сказать, можно вообще собирать посады. Потому что эксцентрик дает усилие такое. Ох! Прямо затягивает, ну как вайма. Посад железобетонно тут держится. Я тут не буду его старить, я отнесу в другой цех. Здесь у меня, как сами понимаете, офис с нождаком. Обратите внимание, что у меня лежит на столе. Стол под реставрацию, я там подлатал ему ножки. А лежит вся моя эта штука на вот таком вот орехе. Вот так он выглядит. Такой вот красавец. Есть у него вот такие заболони, но это не заболонь, это его хоронили плохо. Он подмог, и это уйдет уже в восход. Но сам материал очень красивый. Это будут кресла, буду делать, буду показывать. А вот так вот он себе лежит, мой посадик, да. Я сейчас возьму танк, его вычухаю, есть небольшие перепады. Я их уберу и тоже оставлю чухать. Надо по-любому, потому что они чуханы, остарить нехорошо. Будет все видно все равно. Значит, посады надо чухать сначала в поперечке, а потом стоевые. Почему? Потому что вы когда будете чухать, обязательно залезете на стояк, и он оставит вот такие вот рыски, которые потом будет как бы сложно вывести. А таким образом я оставлю рыски тут, и потом уже буду шлифовать в эту сторону. И, соответственно, их уберу. И получу, значит, абсолютно чистую, хорошую поверхность. К вопросу, мы рубанками не работаем, не то время. Вот эти вот горблечки я буду не чухать, а строгать вот таким вот маленьким рубаночком. Вот таким вот образом. тем самым я ничего здесь не задену. Уберут перепадики, которые есть. Ну и все. Я себе не представляю, как это сделать без рубанка. Как их вычихать. Можно, конечно, но я не думаю, что это будет настолько качественно. Рубаночек работает. Кстати, Олег, ну не могу удержаться. Но спасибо, это подарок. Я уже об этом говорил. Вот так вот работает этот малыш. Просто, ну не знаю, что называется, не работать, а играться. Вот это вот именно за тот самый случай. Все, всех делов, перепада нету. Ничего не задето. Все четенько. Ребятки, что-то бахнуло. Ну что-то, ракета. Что-то поломало и нет света. Не знаю, когда будет. Так что я на сегодня буду с вами прощаться. Уже, как дадут свет, досниму, состарю. Может даже покрашу. Ну а вы подписывайтесь. До новых встреч. Увидимся.